В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Традиционно в новогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях ушедшего года. Чем он запомнился, чем отличился, чем порадовал, а может огорчил. Все, что активно обсуждали в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпусках. И сегодня мы вспоминаем сентябрь и октябрь 2021-го. В сентябре состоялись выборы в Госдуму и местные законодательные органы власти. Впервые они проходили три дня. За депутатские мандаты боролись представители 14 политических партий. Как проходило голосование в Сарове, расскажем далее. За три дня голосования явка в Сарове составила более 53%. Это не считая электронного голосования, в котором приняли участие еще около 9% от общего числа избирателей. Часть жителей, как всегда, голосовала на дому. После обеда к тем, кто по состоянию здоровья не мог лично прийти на участки, отправились члены участковых избирательных комиссий. Члены комиссии в средствах индивидуальной защиты отправляются на дом к людям с ограниченными возможностями. Там они берут с собой опломбированный переносной ящик, который запечатывается в присутствии наблюдателей и всех желающих специальными пломбами. В этом году избирателям предстояло заполнить четыре бюллетеня, поскольку выбирали мы как представителей в областное ЗАГС собрания, так и в Государственную Думу. Результаты следующие. По выборам депутатов законодательного собрания Нижегородской области седьмого созыва. По одномандатному округу победил действующий депутат Юрий Якимов. По единому округу у партии «Единая Россия» 48,9%. КПРФ 19,25%. Партии «Справедливая Россия за правду» 9,55%. ЛДПР 7,04%. Партии «Новые люди» 5,53%. Остальные партии не преодолели 5-процентный барьер. В Сарове партия «Единая Россия» набрала чуть менее 34% голосов. По выборам депутатов в Государственную Думу. В Госдуму «Единая Россия» набрала 49,84% голосов. КПРФ 18,96%. «Справедливая Россия за правду» 7,43%. ЛДПР 7,5%. Партия «Новые люди» 5,33%. По одномандатному избирательному округу победил Евгений Лебедев. Торжественные линейки 1 сентября в 2021 году прошли в ограниченном формате. На праздник пустили только первоклассник, учеников 11 классов и их родителей. Для всех остальных в кабинетах прошли классные часы. Как своих учеников встретил Центр образования. 152 первоклассника в этом году переступили порог Центра образования. Прошедшие с утра дождь и ненастное небо не испортили настроение детей с нетерпением, ожидающих своего первого звонка. «Иду в школу с отличным настроением, жду пятерок и успеха. Иду с хорошим настроением, жду учения и новых друзей». «С каким настроением в школу идешь?» «С очень хорошим, я рада, что я иду в школу». «Чего ждешь от школы?» «Радости, веселья, что у меня будут лучшие друзья». «Я хочу хорошо учиться, я в будущем хочу стать сценаристом. Я думаю, что в школе очень будет круто». Торжественная линейка в Центре образования всегда тематическая. В этот раз праздник был посвящен полетам. Родители в костюмах бортпроводников исполнили творческий номер, а учителя запустили в небо воздушные шары. «Три, два, один, поехали!» Центр образования – самая молодая школа нашего города, открытая в 2019 году. Несмотря на юный возраст, учебное заведение уже заработало себе хорошую репутацию. По итогам прошлого учебного года школа стала лауреатом премии «Знак качества» среди инновационных площадок Института системно-деятельностной педагогики Людмила Петерсон. «Спасибо всем! Это наша общая победа. А значит, нам есть чем гордиться и цель полета не за горами. Желаем всем доброй дороги и чистого неба!» В этом году коллектив Центра образования пополнили два молодых педагога. Выпускницы Городецкого педагогического колледжа, которые закончили обучение с отличием, теперь учителя первых классов. «Мы очень рады, что они присоединились к нам, потому что новая молодая кровь – это всегда очень полезно, это очень здорово для школы, это огромная удача. Мы будем стараться их поддерживать, помогать во всем, чтобы они почувствовали себя нужными, важными в этом нелегком труде». После завершения линейки первоклассники вместе с своими учителями отправились знакомиться со школой. Потом их ждал первый урок – урок знаний. 1 сентября в технопарке открыл свои двери филиал Московского государственного университета имени Ломоносова. Глава города Алексей Сафонов посетил МГУ «Саров» и пообщался с учащимися в неформальной обстановке. 50 студентов уже начали обучение в МГУ «Саров». С первых дней они занимаются фундаментальными исследованиями в области физики и математики. В ходе неформальной беседы за чашкой чая с главой города ребята обсудили перспективные направления развития науки. Рассказали об уникальных лабораториях, действующих на базе вуза. Филиал МГУ, который был здесь создан, на этой территории, это очень важная и значимая веха для нашего города. Я думаю, для страны это восьмой филиал МГУ. И тот факт, что Московский государственный университет рассматривает нашу территорию как место, на которое можно создавать, можно растить своих студентов, будущих ученых, показывает то, что мы признаны и академическим сообществом. И мы понимаем, что на нашей территории есть возможность развивать это направление. Мы будем привлекательны для перспективной молодежи. Также поговорили о студенческой жизни, вечном двигателе и искусственном интеллекте, увлечениях молодежи, музыке и спорте. Алексей Сафонов поделился историями из личной жизни. Студенты рассказали о своих целях и мечтах. Говорили о разном. Мне нравится общаться с молодежью. Они не скованы рамками, они любопытные, они интересующиеся, они способные. Поэтому затронули все темы, затронули темы моего прошлого, их будущего, нашего настоящего. Все возможные аспекты нашей жизни. В стенах филиала собрались бакалавры из разных уголков страны. Санкт-Петербурга и Москвы, Ивановской, Нижегородской, Тюменской областей, Татарстана, Якутии. Диляра Уразова приехала в МГУ Саров из Казани. В мае этого года девушка проходила практику в ядерном центре в НЕФ. Диляра признается, что с первых дней влюбилась в Саров и заинтересовалась работой на нашем предприятии. Смотря какой район, где ты побывал, мне нравятся в первую очередь эти люди. То есть тебе уступят дорогу, если ты начнешь переходить даже в неположенном месте. Я занимаюсь математикой, и именно прикладная значимость, где бы я могла свои знания применить, это вот в НЕФ. Это вот прям прямиком. Поэтому у меня было желание либо с РФТ поступить в любую муку. Я выбрала суперкомпьютеры направления. Вообще сложно, но интересно. Встреча с главой вышла живой и непринужденной. После беседы студента пригласили Алексея Сафонова на экскурсию. Показали территорию университета и свои кампусы. Человек очень позитивный, я бы сказала, и довольно-таки молодежный. Прямо с молодежью на одной волне. И это очень мне понравилось. Я бы, наверное, с ним поговорила бы еще. Потому что мне нравится его взгляд на мир, как он строит предложения, как выстраивает с нами разговор. Сейчас мы те люди, которые должны вкладываться в учебу, в свое развитие. И от нас сейчас многое зависит от самих себя, какое у нас будет будущее. В этом году строгий отбор прошли 50 лучших бакалавров, выпускников ведущих российских технических вузов. Среди них те, кто окончил бакалавриат с красным дипломом. Попал в топ лучших студентов того или иного университета. 20 магистрантов будут обучаться по направлению физика. 30 по направлению прикладная математика и информатика. К 20-летию создания кафедры теологии САРФТИ в конце сентября в рамках 17-х Саровских чтений «Православное лето-2021» состоялась Всероссийская онлайн-конференция «Год науки и технологий. Секулярный мир и религиозность». 20 лет на базе САРФТИ работает кафедра теологии. В честь этой даты в рамках 17-х Саровских чтений «Православное лето-2021» прошла Всероссийская конференция «Год науки и технологий. Секулярный мир и религиозность». Здесь были различные приглашенные, они участвовали в онлайн-конференции. Помимо этого, также разделились на две секции, которые были в точном формате, уже малым русским кругом людей. Это наша секция наука и религия, и вторая секция, которая была, это молодежь и церковь. Секция «Диалог науки и религии» прошла в стенах Духовно-научного центра Саровского монастыря. Возглавил секцию настоятель обители Игумен Никон. За круглым столом студенты физико-технического института и представитель духовенства поговорили о том, как соотносятся такие понятия, как религия и наука, есть ли у них точки пересечения. Также собеседники обсудили и важные философские вопросы. Я для себя нашел много новых вопросов на, казалось бы, какие-то простые для себя понятия. И даже самое простое взять то, что мы живем в таком сложном и разнообразном мире, но на самом деле в нем все связано, такие вещи, как наука и религия. Тема круглого стола не оставила студентов равнодушными. Учащиеся дискутировали, обсуждали и задавали Игумену все интересующие вопросы. На живых и понятных примерах председатель секции объяснял, как связаны научное и религиозное знание. В чем ребят привлекла эту, наверное, тему больше, что они получают лишнее образование, связанное с наукой. И у многих до сих пор, наверное, есть впечатление, что наука и религия – это все-таки немного разные стороны, да, расходятся понятия. Но, тем не менее, сегодня у нас на секции дали, наверное, понять, что наука и религия – это, они, наверное, не то чтобы разные, они, наверное, дополняют друг друга. В конференции «Год науки и технологий, секулярный мир и религиозность» приняли участие как саровчане, так и представители из Лондона и Кембриджа. О строительстве новой детской поликлиники, проблемах здравоохранения и перспективах развития клинической больницы номер 50. В конце октября саров посетили руководителя ФМБА вместе с главой ведомства Вероникой Скворцовой. Строительство новой детской поликлиники началось летом 2020 года, но из-за проблем с подрядчиком первоначальные сроки сорвали и стройку заморозили. Нашли нового подрядчика весной этого года. Вопросы строительством объекта контролируют на всех уровнях делегации ФМБА, периодически приезжают в наш город, чтобы следить за ходом работ. Новую дату окончания стройки озвучила глава ведомства во время визитов в Саров. Продвигается строительство. В настоящее время уже строится третий этаж. До конца года мы планы по году исполним. И в целом мы планируем ввести в строй клинику в конце 2022 года. Также руководство ФМБА обсудило с представителями городских властей КБ-50 текущие проблемы здравоохранения и перспективы развития клинической больницы. Посетило поликлиники и центры по томографии. В первую очередь усилия направят на совершенствование первичной медико-санитарной помощи. Это не только обновление и строительство новых поликлиник, но и внедрение бережливых технологий, формирование комфортной среды для пациента. Возможность каждому жителю Сарова из дома, со своего смартфона записаться на врачу, вызвать домой бригаду, уточнить какие-то показатели по ОМС, иметь доступ к своим медицинским документам и так далее. Мы планируем вместе с государственной корпорацией Росстатом открыть новый центр промышленной медицины. Это будет мощный консультативно-диагностический центр. Второе направление работ – совершенствование помощи больным с острой сосудистой патологией. Важно иметь высокотехнологичную базу, чтобы лечить таких пациентов на месте, а не транспортировать в региональные сосудистые центры. Нам тоже необходим фактически новый центр приема экстренных сосудистых больных с включением новой службы рентген-эндоваскулярной, созданием круглосуточной ангиографии, возможности проводить коронар-кардиопластики, стентирование сосудов и коронарных, и сонных артерий. Как отметила Вероника Скворцова, планов много и все они реализуемые. Большую помощь в этом вопросе ФМБА и КБ-50 оказывают РФИАЦ ВНЕФ администрации Министерства здравоохранения региона. Сроки сжаты. Устройство модульных центров планируют завершить за два года. Этот период времени используют для подготовки высококвалифицированных кадров. Мастер-классы от предпринимателей, живая музыка и вкусные угощения. 4 октября на набережной реки Сатис состоялась старшая традиционная гастрономическая ярмарка «Вкусносест». Гастрономическая ярмарка собрала вместе не только саровских предпринимателей. Андрей Пельгун приехал из Сатиса. Фермерством они с женой занялись несколько лет назад. У них дома своя небольшая сыроварня, также супруги пекут бездрожжевой хлеб. Изюминкой семейного производства мужчина считает льняное масло. За этот продукт фермер в 2019 году получил медаль качества. На вкусной фесте Андрей впервые. Мы здесь можем показать себя, чтобы люди нас видели, могут попробовать. Здесь мы еще угощаем гречневой кашей с льняным маслом. Это традиционно русское блюдо, а льняное масло добавляет ему особый вкус гречневой кашей. Поэтому оторваться невозможно. От другой тарелки здесь не обойдешься. Это мероприятие позволяет, чтобы люди нас знали, чтобы с нами познакомиться. Вкусный фест подготовил для жителей города насыщенную развлекательную программу. В начале набережной Роман Сванеце рассказывал сказку «Красная шапочка». Но только не ее классический сюжет, а пересказанный на новый лад Евгением Шварцем. А на плавучей сцене с утра до позднего вечера выступали музыканты. Открывала фестиваль группа «Побочные эффекты». В основном что-то около поп-рока мы играем, с разнообразными вариациями в том числе. Камерам в основном группа все-таки из прошлого века, хотя есть несколько современных исполнителей. Одна закрывающая песня была написана хорошим знакомым группы и переделана нами под небольшой попури из песни «Пассаж» и, собственно, песни нашего друга. Также здесь можно было принять участие в мастер-классах от предпринимателей. К примеру, юных гостей праздника научили печь блины. А у палатки артеля оружейников фотозоны позволяли почувствовать себя настоящим воином. Невероятные ароматы жареного мяса и аппетитных булочек витали на набережной с самого утра. Людей здесь с каждым часом становилось все больше. Сам директор, он находится, ну, за кулисой занимается административной работой. А здесь все предприниматели, без исключения, работают как руководители, как продавцы, уже непосредственно общаясь с населением. То есть для них это хорошая школа, получение хорошего навыка для того, чтобы научиться себя презентовать и познакомить население еще шире со своей продукцией. Всего свою продукцию на фестивале презентовало около 20 предпринимателей. Такими нам запомнились сентябрь и октябрь ушедшего года. Вспомнить важные для вас события и пересмотреть репортажи о них вы можете в любое удобное для вас время на нашем канале в Ютьюбе. Также все новости ищите в группах, в социальных сетях ВКонтакте, ВИЗБУК и Одноклассники. А уже в ближайшем выпуске мы расскажем, какими были ноябрь и декабрь 2021-го. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и только хороших новостей в наступившем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова